Пикник безопасным и вкусным Правило первое. Уединиться на природе. Идеальный вариант – дачный участок. Турбазы, к примеру, Авальман, пока закрыты, но как только пандемия отступит, здесь распахнут двери для прогулок с захватывающим видом, выездных регистраций и семейных пикников в беседках. Правило второе. Качественные продукты. Продукция фирмы Брюке подходит идеально. В ассортименте колбасы, мясные деликатесы, пельмени, манты и, конечно же, сыры. Третье правило. Беспроигрышные рецепты. С ними нам поможет повар Алексей Шефер. Ну что, настало лето. Время шашлыков, дачных отдыхов и отдыхов на природе. И сегодня мы с вами приготовим замечательный летний салат с сыром брынза. Для этого нам понадобятся, собственно, следующие ингредиенты. Сама брынза, помидор, перец желтый, перец красный, огурец, такая вот редисочка, купленная у бабушек на рынке, свеженькая. Красный винный уксус, соевый соус. Это у нас растительное масло, икра желтого полосатика, черный перец и любовь повара. Без нее никак. Перец и огурцы режем на небольшие кусочки, томаты дольками, редиску тонкими слайсами. Настало время брынзы. Брынзу мы будем резать кубиками, покажу какими. Ну и прежде чем добавим нашу брынзу в салат, ее обязательно нужно попробовать. Да, эта брынза очень вкусная, с отличным молочным таким вкусом. Мне она нравится. Брынза должна быть достаточно твердой и в меру соленой. Сыр от брюки в этом плане подходит идеально. Дальше готовим соус из масла, соевого соуса, винного уксуса и горчицы. И поливаем салат. Следующее блюдо, которое мы будем готовить на этой замечательной природе, это будет, ни за что не догадаетесь, жареные пельмени. Покажу, как сделать пельмени вкусными на природе. Пока прогревается наше масло, отвечу на очень популярный вопрос. Почему еда на природе всегда вкуснее? На мой взгляд, вкуснее, потому что у нас кровь насыщается кислородом, и все рецепторы начинают работать гораздо активнее. Поэтому получаем более интересный и вкусный аромат от любой пищи. Выбор вкусных пельменей – задача непростая. В брюке их лепят по действительно домашнему рецепту. В составе только натуральные ингредиенты – мясо свинины и говядины, репчатый лук, соль, так же, как в фирменных мантах. Но если манты можно приготовить только дома, то пельмени вкуснее на природе. Готовить в масле их нужно до золотистой корочки. А пока они кипят, успеем сделать два простых и вкусных соуса. В одном мята – укроп, петрушка и сметана, в другом томаты, томатная паста, тимьян, чеснок, приправы и соус чили. Ну и следующее блюдо, которое мы сегодня с вами приготовим – это сардельки с сыром на гриле. Для начала мы их почистим и будем жарить. Сардельки с сыром – это идеальный вариант для жарки на гриле. Благодаря сыру вкусы говядины и свинины становятся сочными и по-настоящему летними. Всем приятного аппетита и хорошего вкусного лета! Итого три блюда за час. Но если у вас нет времени на самостоятельную готовку, а выехать на пикник хочется, можно запастись готовым шашлыком. В магазине «Мир шашлыка» маринуют мясо по традиционному армянскому рецепту. Главная тайна местных поваров – это секретный ингредиент. Его добавляют на этапе жарки мяса. Курица, голень, крылья. Из свининки у нас идет антрикот и балык на ребре, постное мясо. Далее пожирнее окорок, шейная вырезка. И секретный ингредиент – это любовь к клиентам. В продаже в мире шашлыков свинина, говядина, баранина и курица, а также люля, шампиньоны и шпикачки. Готовить продукцию магазина лучше всего на углях. Так вкуснее. В последнее время тенденция следить за своим здоровьем и употреблять в пищу только здоровые продукты питания. Поэтому мясо на углях – это все думают, что это не полезно. На самом деле это очень полезно и очень вкусно. С горячим мясом прямо с углей можно устроить пикник даже на балконе. В мире шашлыков работает доставка. А секретный ингредиент для идеального пикника есть у каждого. Это любовь повара. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова